На строительном дне обсудили исполнение обязательств в компании «Лидер-М». Согласно инвестконтракту, застройщик должен сдать школу, детский сад и реконструировать участок дороги между Волковским шоссе и 2-м Рупасовским переулком. Детский сад на 180 мест, школа на 625. Сроки сдачи этих объектов «Лидер-М» неоднократно корректировал. В результате детский сад обещают передать муниципалитету весной 2021 года. А долгожданную школу весной следующего года планируют только начать строить. Также застройщику необходимо решить проблему с дорогой. Глава округа Виктор Азаров поручил через две недели подготовить все возможные варианты строительства дороги. Сотрудники полиции и контрольных служб продолжают вести профилактическую работу среди пассажиров общественного транспорта, особенно в утренние часы. Пассажирам перед выходом на платформу измеряют температуру и напоминают, что за отсутствие маски в общественных местах грозит штраф. Рост заболеваемости в регионе контрольные органы связывают с нарушением мер безопасности. Поэтому к нарушителям только такой подход. Сотрудники управления регулярно проверяют все виды общественного транспорта, включая такси. За сутки Матичинская подстанция скорой помощи принимает около 400 обращений. В выходные эта цифра увеличивается. 30-40% из всех вызовов – это экстренные. 17 бригад Матичинской подстанции скорой помощи работают круглыми сутками. Порой для выезда не хватает специалистов. Приехать вовремя к пациенту, которому действительно нужна помощь, мешают еще и так называемые ложные вызовы. Если у вас насморк, больное горло и невысокая температура, нужно вызвать участкового врача на дом. В Совете депутатов прошло совещание с инициативной молодежной группой, которые считают, что скейт-парк необходим. Перед принятием бюджета на 2021 год один из депутатов выступил против строительства по причине экономии средств. Но новый вид спорта становится по-настоящему массовым. Им занимаются тысячи мытищинцев. Ездить в другие города – терять время. Скейт-парк нужен свой. Реализация проекта займет немало времени, но следующим летом скейтбордисты надеются получить долгожданную площадку. Общественная палата вышла с инициативой проведения конкурса на лучшее название автодороги Виноградова-Болтину-Тарасовка. Об этом председатели комиссии говорили в рамках заседания. Трасса протяженностью около 16 километров свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе обеспечат альтернативу Осташковскому. Хордовая дорога пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера. Пропускная способность составит до 40 тысяч автомобилей в сутки. Автодорога будет платной. Алкоголь, табак и обувь начали маркировать с 1 июля. С октября в этот список включили парфюмерию. На все остальные товары, в том числе легкой промышленности и верхнюю одежду нанесут уникальный знак с 1 января 2021 года. Это значит, что на любом продукте или его упаковке должен быть набор графических символов, цифр или букв, по которым покупатель может узнать страну изготовителя, содержание товара и его технические особенности. Затем, какой товар выложен на прилавке, следят сотрудники Управления потребительского рынка и Роспотребнадзора. Мы, тищенцы, уже спасли экологию округа почти от тонны опасных отходов. А теперь проект по утилизации батарейк выходит на новый уровень. В администрации городского округа для управляющих компаний презентовали эко-идею. Первой реализовала проект компания «Дом-жил-сервис», предложенный членом общественной палаты Татьяной Филиной. За время декретного отпуска можно повысить свою квалификацию по программе профессиональной подготовки. Обучение проходит по востребованным профессиям. А это открывает перспективы трудоустройства молодых мам. Больше года продолжается сотрудничество Центра занятости с Университетом кооперации «Сотрудничество с перспективой». Продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников на знания основ безопасного поведения на дорогах. Десять вопросов, яркие интерактивные задания помогают детям запомнить, как правильно вести себя в роли пешехода, пассажира и велосипедиста. Что примечательно, к Олимпиаде безопасные дороги с удовольствием присоединяются и взрослые. Результаты Олимпиады будут объявлены уже 12 декабря. Заливка катков стартовала в мытищах. Этому поспособствовали пришедшие морозы. Ледовое полотно начали готовить на 18 хоккейных коробках. Десять будут работать на территории муниципалитета. На самых крупных, как всегда, для любителей льда планируют проводить спортивные турниры. Театр Огнива готовится к премьере. Над спектаклем «Рождественский вертеп» мытищинские кукольники начали работать еще в начале года. Репетиции проходили в онлайн-формате. Сегодня артисты рады выйти на сцену и предстать перед зрителями. Сначала новую постановку покажут детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В спектакль поставила сибирский режиссер Ольга Александрова. Ее конек – этнические и фольклорно-музыкальные проекты. С мытищинской сцены также прозвучат соответствующие события – песни, танцы, загадки, отгадывать которые предложат зрителям. Словом, огнивцы обещают – праздничное настроение будет. Спектакль создан в рамках проекта партии «Единая Россия» – культура малой Родины.